Добрый день. Сегодня о событиях в Беларуси. Я приехал на побывку из экспедиции. И вы не поверите, сколько я получил сообщений о том, как Олег Двуреченский в ВКонтакте, в личных сообщениях, на МЭЛ.РУ, должен поддержать рабочие коллективы Беларуси против Лукашенко. Более того, я следил за расколом в левом движении. Одни поддерживали Лукашенко, другие выступали за рабочие коллективы и за свободу. Мне было некогда. Нет, я понимал свою позицию, но мне было некогда. Я занимался делом, археологическими раскопками. А вот сейчас, приехав, я хочу высказаться всем, кто мне писал, все, кто выступал с политическими заявлениями. Я хочу в определенной степени размежеваться. А именно, да, более 25 крупнейших предприятий выступили с забастовкой общенациональной против Лукашенко. Симпатизирую ли я Лукашенко? Я мало, кроме своей любимой, кому-либо симпатизирую. Я симпатизирую к цифрам. У нас на Красном ТВ есть политэкономический обзор целого ряда республик, в том числе и Беларуси, в том числе и Украины, Молдавии, России и Прибалтик. И на основании этого политэкономического обзора, а в том числе и своего личного не раз посещения Беларуси, я складываю свое мнение. Левые раскололись. Одни говорят за народного президента Лукашенко. Другие говорят, что он тиран, засиделся, там нет демократии настоящей, народной, а тем более рабочей демократии. Вот сейчас рабочие коллективы поднялись, и их надо поддержать. И если ты, Олег Двореченский, сволочь, не поддержишь рабочие коллективы, то ты никакой не коммунист. Ну, решать каждому свое. А я вам скажу следующее. Скажите, пожалуйста, те, кто это все пишет. Вы вот в 17-м году завикжель? Кто не знает, загуглите. Профсоюз железнодорожников, захваченный меньшевиками, частично эсерами и прочими, 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 чтобы задушить молодую Советскую Республику? Это были железнодорожники. А может быть, вы в 18-м году за ижевских рабочих, за ижевские полки, которые на стороне Колчака штыками перекололи и комсомольцев, и красногвардейцев? А может быть, вы за шахтеров конца 80-х, которые наряду с националистами, либералами, теневыми капиталистами, портократами, которые пришли в сговор с западными спецслужбами и шахтерами, которые об колено ломали нашу страну? Может быть, вы за них? Я продолжу. А может быть, вы за тех рабочих, которые альенды душили забастовками? А может быть, вы за те рабочие коллективы, которые поддерживали троцкисты всех стран, которые душили Каддафи? А может быть, вы за те шахтерские профсоюзы, которые выступили на стороне фашистской хунты на Украине против Донбасса? Перед приходом Гитлера к власти профсоюзы Германии разделились на 3-4 части. Были крайне левые, которые за союз Протока, за Тельмана. Была огромная часть социал-демократических и центристских профсоюзов. И были правы. В нужный момент центристские и социал-демократические, меньшевистские, говоря русским языком, на нашей реалии, объединились и поддержали Гитлера. Это вам тоже напомнить? Само по себе рабочее движение, если оно охвачено оппортунистическими силами, это просто масса людей, да, рабочих, которые могут вести гибели. Они сами могут не осознавать, как был в интернете ролик, когда те самые шахтеры, что валили Советский Союз, потом винились и потом рефлексировали на эту тему, что же мы наделали. А если мы вспомним политэкономический обзор Белоруссии, живут они скромно. Да, есть какая-то диктатура, но она ничуть не больше, чем у нас в России. Или во многих других странах. Только она оформлена в других странах европейских совсем по-другому. Она упакована в такую красивую глянцевую упаковку, но диктатура есть, и там рабочие профсоюзные лидеры себя сжигают. При этом не добиваясь ничего. Вам все-таки шашечки или ехать? То есть для вас рабочая забастовка – это и есть маркер, где должно происходить справедливость? Для меня нет. Рабочие могут быть оболванены, захвачены, потому что коммунисты плохо работают. Да, коммунисты Белоруссии плохо работают. Да, коммунисты Украины плохо работали. Да, большевики в Ижевске плохо работали. Да, большевики Ленина с Викжелем плохо работали. но потом заработали хорошо, и Викжель распался, и профсоюз, грубо говоря, железнодорожников перешел на сторону большевиков. Ведь проблема не в том, рабочие встали против Лукашенко или не встали. Для марксиста диалектика это ничего не означает. Для ортодокса, для фанатика, для узколобого левака это означает все. Для меня ничего. Для меня борьба классовая сводится не к тому, какой процент тех или иных участвует там или в ином месте, а в том, будет ли в результате этого освобождение труда или не будет. Будет ли больше свободы для рядового человека или не будет. А вы что, не понимаете, что, еще раз, посмотрите политэкономический обзор Беларуси, что там сборочный процент экспорта, то есть то, где участвуют рабочие, занимает 35%. Да, там много частного капитала, и это плохо. Он сам породил Лукашенко все это. Но он не коммунист и он даже не социалист. Он просто совок, который пытается сохранить страну. А от того, что умы рабочих захватили либералы, оппортунисты, это что, довод? Вот. Вы все с дубу рухнули. Я обращаюсь не ко всем левым, а тем, кто сейчас вписывается за те акции. Вы что, не понимаете, что туда придут олигархи, в том числе российские? Вы что, не понимаете, что они будут нагибать тот самый рабочий класс, который сейчас выступает против Лукашенко, который им обеспечивает сносные условия жизни? Стабильность он им обеспечивает. Вы это не понимаете? Что так же, как шахтеры, которые выступали против советской власти, потом стучали касками и им дали подачку, сейчас они живут в дерьме, и никто из них, может быть, кто-то, не покаялся. А что же я делал-то в конце 80-х, в начале 90-х? Зачем я рушил свою страну? Вы, леваки, которые выступаете за уничтожение страны, Беларуси, вам недостаточно опыта Украины? Вам недостаточно опыта, когда на Донбасс влез русский олигарх и опустил восставший народ, который был за объединение? Вам этого недостаточно? Вам недостаточно увидеть, что происходит на Украине с обрушенной экономикой? Вы хотите всего этого в России во имя своих выдуманных, неправильных, непонятных идей? Да, ваш марксизм мертв, потому что вы не понимаете, что в марксизме есть философия практики. С такими, как вы лично мне и Красному ТВ, я надеюсь, если Общественный Совет Красного ТВ поддержит этот ролик, мне лично не по пути. Вы типичные оппортунисты. Вы типичные прислужники олигархатов всего мира, империалистов всего мира. Вы прикрываетесь, как троцкисты, идеями поддержки отдельно взятых рабочих. Сколько было троцкистов вписано в шахтерское движение для разрушения Советского Союза? Вам напомнить? Сколько международных коммунистических организаций приехало, чтобы вписаться в рабочие протесты против Советского Союза? Вам напомнить? Вам мало всей этой крови? Вы реагируете на шашечки. По форме вроде правильно, а по существу издевательства. Я не поддерживаю позиции многих коммунистических и левых сил, которые реагируют на маркер рабочий. Я поддерживаю позицию тех левых и коммунистических сил. И надеюсь, если поддержит Общественный Совет Красного ТВ, которые понимают, что классовая борьба может одурманить, захватить авангард пролетриата, если мы плохо работаем. Маркер не в том, чтобы поддерживать широкие массы, если они одурманены, даже если там пролетариат. Маркер в том, чтобы мыслить дальше них и понимать, ведет ли это к освобождению труда, ведет ли это к улучшению жизни или нет. Посмотрите политэкономический обзор. Ну потрудитесь, ну потрудитесь. Неужели вы настолько ленивы и настолько готовы реагировать на красные флажки, что вы готовы уничтожить любую другую страну во имя своих прихотей? По большому счету, что режим, образовавшийся после 1991 года в РФ, что вы, вы союзники, вы дуете в одну дуду. Я такое видел, когда бывшие белолентничники призывали к поражению своему правительству на Донбассе, а на самом деле они призывали не к поражению Путина, они призывали к поражению народной воли и массы, что поднялась в ополчение на Донбассе. Вы знаете, кто это такие люди. Они сейчас вити и умов левого движения. Они не покаялись. Те же самые кургенята. Они такие же. Что ребята известника бури? Они схлестнулись друг с другом, а на самом деле они одинаковые. Роль играет только одно. Если политическая ваша линия ведет на основе научного знания к увеличению свободы труда, освобождения труда, к улучшению жизни, то она правильная. Если она не ведет, а она ведет только к удовлетворению ваших личных амбиций, политических, философских, мировоззренческих, то вы просто урод. Левые, учитесь у Ленина. Он очень не нравился меньшевикам. Учитесь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...